Приветствую вас. Смотрите. Я думаю, что ваш мужчина, он такой, достаточно скрытный, достаточно неуверенный в себе, ну, в чем-то, в каких-то моментах неуверенный в себе, вот. Склонный тревожиться. И действительно, находящийся, ну, не в лобах, не в лобах, со своими чувствами, эмоциями и желаниями. В результате чего появилась, собственно, и необходимость в том, чтобы завести любовницу, потому что вы его удовлетворять перестали. По той или иной причине. Вот. Вы, заметьте, описываете ситуацию только в контексте последствий. Но вы не описываете ситуацию в контексте причин. Вы говорите, что провели много бесед со своим молодым человеком. Я вам верю, что вы провели много бесед. Но не совсем понятно, о чем эти беседы были. О чем они были, эти беседы. Что вы хотели, пытались в этих беседах выяснить, показать, продемонстрировать своему, допустим, опять же, парню, своему мужу. Вот. Вот. Тут вот, мне кажется, есть очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. То есть, да, у вас, в вашей семье, по-видимому, есть определенные проблемы. Несмотря на наличие ребенка, несмотря на наличие того, что вы прожили вместе достаточно долго, есть проблемы в отношении. И я думаю, что эти проблемы нужно выяснить. Нужно выяснить эти проблемы, выявить к вам, их к вам, их к ним отношения, ваши к ним отношения выявить необходимо. И дальше, я думаю, будет уже понятнее, куда двигаться. Пока что, есть ощущение, что вы слишком активны во взаимодействии с человеком. Вот. И ему, просто вот он, вас слишком много. Я думаю, что вам, может быть, стать, в некоторой степени, такой более пассивный. Чтобы у мужчины появилось ощущение, что он, то, что он делает, имеет результат. Это то, что я могу вам сказать на вскидку. Конечно, без анализа, без работы, в том числе с вами обоими, ситуацию не решит. Потому что, как вы пишите, что вы просили 18 лет своим людям. И за это время, конечно, многое поменялось, за это время многое успело измениться. Это нормально. Вот. Так что, как правильно сказал мой коллега, появились некоторые проблемы, которые вы, к сожалению, не заметили. И, которые дают теперь от себя знать. Соответственно, их нужно выявить. И, тогда все будет понятно. Да, для вас еще не все потеряно, но это вы правы. Особо потому, что мужчина не поработает уходить. На этом может быть много причин, у Эдама может быть много причин, того, что он не торопится уходить. Но, суть заключается в том же, что потеряно лицо. Вопрос, вопрос немножечко в другом свежем. Вопрос именно в том, что вы, на мой взгляд, вы слишком много усилий складываете во взаимодействие. Слишком много вы стараетесь. Слишком много чего вы делаете. А это, к сожалению, не идет на пользу тому, как мужчина, он просто привлекает к такой вот пассивной истории, к пассивному моменту и ему становится не очень комфортно. Ага. Находиться с вами. Просто потому, что вы берете ситуацию в свои руки. Вообще, именно инициативность, мне кажется, ваша инициативность и ваша такая вот сверхактивность, мне кажется, является причиной того, почему у вас испортились отношения, с ними. Активность одного человека, она всегда заменяется активностью другого. То есть, это такой вот, знаете, своего рода, ну, своего рода ресурс, если можно так вот выразить. И этот ресурс, он используется вами, но не используется вашим мужчин. Поэтому рассмотрите для себя возможность более такого, такого, более, может быть, пассивного поведения. Именно более пассивного, именно более такого, эм, значит, ну, эм, более ведомой формы. А, значит, активности вашей, эм, страны. Вот. Это, мне кажется, даст, эм, вам, вот, то необходимое, тот необходимый элемент, которого вам сейчас не хватает. Вот. Потому что, ну, вот, эм, ну, вот, складывается такое впечатление, да, у меня, я, конечно, не могу, эм, не могу судить на сто процентов, но, складывается такое впечатление, что, эм, вот, очень, очень ваш, эм, мужчина, эм, себе не уверен. И, его не уверенность в себе, она, может, эм, влиять на вас. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. Она может влиять, в принципе, и на него самого может влиять. В том смысле, да, что человек, просто, вот, будет испытывать неудовольные шары. Опять же, эм, хорошей идеей было бы присмотреться к эм, э, его, э, любов, любовнице, раз уж эм, ситуация пошла в таком, в таком ключе. Вот. А, значит, присмотреться к его любовнице и постараться понять, что это за, э, женщина, что, что она, э, ему, э, вашему, то бишь, мужу, э, дает, что он в ней нашел, что в ней хорошего. Вот. И я думаю, что это тоже, э, в той или иной степени, это тоже информация, это тоже, э, способ, это тоже момент, это тоже возможность, возможность, возможность для вас, э, лучше узнать и понять своего, своего, своего мужа, понять, к примеру, что ему нужно, в большей степени, вот. А, я думаю, так, какого-то единого решения нет, это быть не может. А, значит, э, 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 но, но, э, не смотря на это, не смотря на это, да, не смотря на то, что, э, э, какого-то единого решения здесь нет, э, вот. Несмотря на это, одной надеждой, только, э, жить на самом деле не получится. Потому что, э, э, нужно не просто надеяться, нужно, э, желательно, не просто надеяться, желательно, э, что-то еще и сделать. Для того, чтобы ситуация изменилась, для того, чтобы ситуация изменилась, для того, чтобы ситуация изменилась, вот. Я думаю, э, э, примерно, э, так можно вам ответить на ваши, э, вопросы, которые вы задаете. Ну, опять же, у вас, это не вопрос, как таковой, да, а это, скорее, вот, просто, как, такая, такая попытка, э, возможно, лучше, э, понимать эту ситуацию, вот. Но, как бы, это ничего не меняет, по, большому счету, для вас, к сожалению, вот. Поэтому смотрите, сами, э, что вы будете дальше делать, это, э, во многом это зависит от вас, во многом это зависит от вас, вот. Ну, и не забывайте о том, что отношения строятся все-таки двое людей, и ваш мужчина тоже прикладывает какие-то усилия для того, чтобы ваши отношения принесли гармонию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.